Руководство и сотрудники ГИБДД встретились с представителями компаний-перевозчиков, чтобы обсудить вопросы пассажирских перевозок. На встрече обсудили основные проблемы, которые на сегодняшний день существуют в городском округе. Обстановка в Люберцах в сфере общественного транспорта, мягко говоря, неблагоприятная. За последние три месяца 2017 года на дорогах Московской области зарегистрировано 112 ДТП, 5 погибших и 151 раненых. И 20% этих аварий произошли в городском округе Люберцы. Фактически мы подводим область в честь исполнения, скажем так, своей функции. Мы подводим область в честь эстетических показателей. Ну и это напрямую связано в том числе и с результатами вашей работы. К сожалению, необходимо отметить, что 20% погибших на территории Московской области имеют непосредственное отношение к ДТП с участием автотранспорта, юридических лестниц на территории обслуживания ОГИБДД Люберцы. Причины такой неутешительной статистики выясняли на встрече с перевозчиками. Одной из главных проблем автоинспекция назвала водительский состав и условия работы. В частности, оплата по принципу выполнения плана – остальное себе. Такой подход к работе порождает тех самых лихачей, которые вызывают постоянное возмущение пассажиров. Более того, даже если одна компания отказывается от услуг такого водителя-гонщика, то вторая легко принимает его на работу, не обращая внимания на череду штрафов. И вопреки расхожему мнению, количество ДТП на маршруте никак не связано с национальностью водителя. Из 10 водителей – один водитель из Дагестана, и четыре – проживающие в других субъектах, остальные – жители Московской области. Это опровергает досужие слухи о том, что ДТП совершают только энергодные водители. Неоднократно слушаешь всевозможные, скажем так, высказывания граждан, да и вы нередко об этом говорите, что вот, дескать, такой вот у нас персонал, непонятно откуда, но цифры свидетельствуют о другом. Ещё одним важным вопросом стало наличие видеорегистратора в автобусах и маршрутных такси. Несмотря на то, что их наличие предусмотрено законодательством, получить видеозапись с места совершения ДТП не всегда представляется возможным. А что касается малых автобусов, к сожалению, позиция следующая. Вот видеорегистратор, вот, пожалуйста, он у нас есть. Дайте запись с ДТП, ой, он не работал. Но, по меньшем мере, это что-то из диалога воспитателя детского сада и провинившегося ребёнка. Достаточно серьёзный и очень важный вопрос в вашей деятельности. В последнее время сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание общественному транспорту. Так, в час пик за автобусом может следовать машина ГИБДД без опознавательных знаков и фиксировать нарушения, допущенные водителем. Это одна из тех мер, которые предпринимаются для сокращения числа аварий на дорогах Московской области.